МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире оперативная сводка в студии Ирина Вочиц. Сегодня в программе вы увидите... За услуги московского экстрасенса пенсионерка заплатила 3,5 тысячи долларов. В очередной раз в Пинске пытались наставить на путь истинный алкоголиков и дебоширов. Пинчанин спас четверых рыбаков из тонущего автомобиля. Акция «Внимание, дети!», направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, проводится в Пинске. Она продлится до 5 июня. Во время акции водители должны двигаться по дорогам со включенным светом фар даже в светлое время суток. В рамках республиканской кампании «Внимание, дети!» с 25 мая по 5 июня текущего года в Пинске сотрудники Государственной автомобильной инспекции проводят специальный комплекс профилактических мероприятий. Инспекторы вместе с педагогами организуют разноплановые акции и беседы в образовательных учреждениях, напоминают детям правила поведения на дороге, соблюдая которые они смогут избежать негативных последствий, а также травм на дорогах во время летних каникул. Накануне школьных каникул рассчитано на предупреждение детского дорожного транспортного травматизма. В данный период времени все участники дорожного движения, именно водители, обязаны передвигаться согласно пункту 166.9 правил дорожного движения с включенным ближним светом фар. Особое внимание госинспекторы будут уделять соблюдению скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. За нарушение правил дорожного движения в данном случае наступает административная ответственность. К водителям, нарушившим ПДД, или же к тем, кто проигнорирует это мероприятие и будет двигаться во время акции днем, не включая ближний свет фар или дневные ходовые огни, могут быть применены санкции в виде предупреждения либо штрафа в размере до двух базовых величин. 3,5 тысячи долларов. Именно такую сумму заплатила доверчивая пенчанка московским экстрасенсам. Желаемого результата женщина так и не получила. В итоге она обратилась за помощью в милицию. Номер телефона московского экстрасенса пенсионерка увидела в одной из телевизионных передач и решила обратиться за помощью. Женщина проживает одна и образумить ее в тот момент было некому. Она позвонила по указанному номеру и ясновидящие пообещали помочь в решении жизненных проблем. По одному из номеров данная гражданка позвонила, договорилась о том, что ей будет оказана помощь экстрасенса. Частично она переводила суммы на указанный счет через Беларусьбанк. В общей сложности она выплатила 3,5 тысячи долларов США. Однако помощи так и не дождалась. После того, как женщина поняла, что свои деньги потратила впустую, она обратилась в милицию. По данному факту сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку. Подобный случай в Пинске не первый и, как правило, вернуть потраченные на подобные услуги деньги удается редко. Правоохранители призывают пинчан быть бдительными и благоразумно использовать свои денежные средства. Хотелось бы все-таки довести до жителей нашего города, гражданам, что надеяться на такую помощь экстрасенсов, тем более, которые находятся у нас за границей, все-таки не стоит и более бережно относиться к своему имуществу, к деньгам. Судом города Пинска и Пинского района оглашен очередной приговор. Мужчина совершил преступление, жертвами которого стали его собственный отец и мать. Будучи пьяным, он избил родителей. Что побудило его на столь нечеловеческий поступок, выясняла наша съемочная группа. Произошел данный инцидент в ноябре минувшего года в деревне Сачковичи Пинского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельчанин 1972 года рождения избил своих престарелых родителей. На момент совершения преступления его матери уже исполнилось 83 года, отцу 86. Причина, как ни прискорбно, банальна. Мужчине нужны были деньги на выпивку. Причина послушала банальный повод, а именно желание лица, обвиняемого, продолжить употребить спиртное, в связи с чем он стал требовать у своих родителей денежные средства для дальнейшего продолжения употребления спиртных напитков. После того, как был получен отказ на его просьбу, фактически, и были совершены противоправные действия данным лицом в отношении родителей. Оказать сопротивление разбушевавшемуся чаду престарелые родители не могли. И отец, и мать были инвалидами второй группы. И если отец смог отправиться от травм, полученных от родного сына, то для престарелой женщины эти увечья оказались смертельными. Матери обвиняемого были нанесены тяжкие телесные повреждения, как я уже говорил, по признаку опасности для жизни. В дальнейшем, в январе текущего 2016 года, гражданка скончалась от полученных телесных повреждений. Установлено было в ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы, что данное последствие, именно смерть гражданки, наступила и состоит в прямой причинной связи непосредственно от полученных связей с полученными телесными повреждениями. В действиях гражданина были признаки опасного рецидива. Ранее он неоднократно отбывал сроки за различные преступления – это кражи, избиения, даже незаконный оборот наркотиков. Суд вынес приговор. В его отношении было избрано наиболее строгая мера наказания. Ближайшие 12 лет преступник проведет в колонии строгого режима. В очередной раз в Пинске пытались наставить на путь истинный алкоголиков и дебоширов. Наши корреспонденты побывали на заседании Совета общественного пункта охраны порядка «Западный», где узнали, какая работа проводится с людьми, ведущими о социальный образ жизни. С 2014 года в Беларуси Советы общественных пунктов охраны правопорядка признаны субъектами профилактики правонарушений и с тех пор ведут активную работу. Заседание Совета западного общественного пункта охраны правопорядка прошло на минувшей неделе в Пинске. Сюда пригласили граждан, которые время от времени попадают в поле зрения милиции. Большинство из проблемных в этот раз женщины, которым трудно бороться с пристрастием к выпивке. Работа по вашей специальности имеется. Только ваше желание. Поймите, мы сейчас говорим о том, что хорошо, вы на сегодняшний день уверенно заявляете, что уже бросили пить, но вам все равно надо занять чем-то. Потому что рано или поздно мысли вернутся к прежнему образу жизни, у нас все равно будут расстакивать. Но если вы будете при деле, обретете работу, ведете свое семейное женское счастье, у вас не будет такого соблазна. Просто на это не будет времени. Поэтому давайте, наверное, все вместе пожелаем успехов. В достижении этих поставленных нами целей. Некоторые из присутствующих внеблют словам Совета и готовы меняться, ищут работу и делают правильные шаги. Но нашлись и такие, кому, как говорится, и море по колено. Елена сама на заседание прийти не смогла. Ей помогли сотрудники правоохранительных органов. Члены Совета пытались с ней беседовать. Но уже с первых минут стало ясно, что разговор ведется в одностороннем порядке. Гражданка лишь улыбалась и язвила, отпуская неуместные шуточки. Заслушали здесь и семейного скандалиста, который в нетрезвом виде никак не может найти общий язык со своей супругой. В результате чего регулярно общается с милиционерами. Несколько месяцев назад мужчину уволили с работы. Тем временем жена трудится. В семье растут двое детей. Александр ищет работу. Понимает, что является обузой для своей семьи. Из беседы с членами Совета он сделал надлежащие выводы и пообещал, что трудоустроится. И у милиции к нему больше претензий не возникнет. Мы рассмотрели не только одну тему, допустим, это насилие в семье. Мы здесь подошли и по обязанным лицам, и профилактика алкоголизма. Конечно же, может быть сложно вернуть в нормальное состояние, как говорится, вернуть в семью. Но если даже хотя бы один из тех, кого мы сегодня рассматривали, изменит свое отношение к этой жизни, я думаю, наше заседание прошло не зря. В состав Совета входят представители различных субъектов профилактики. Если же заслушиваются дела работников городских предприятий, то на заседание приглашают ответственных людей из трудовых коллективов района. И цели у Совета каждый раз разные. Мы не ставим сегодня целью, чтобы все, кого мы сегодня рассмотрели, они изменились, что вот завтра, они все сказали, мы бросили пить, мы трудоустроились на работу, мы хорошие семьянины и так далее. Такого сложно добиться. Но вот глядя сегодня и задавая им вопросы, для себя я сделал вывод, что все-таки не все потеряно, и не зря мы сегодня именно собрались. Заседания Советов ОПОП в таком формате стали в нашем городе постоянной практикой. Они проводятся по необходимости, но как минимум один раз в месяц. В Пинском районе, недалеко от деревни Березцы, автомобиль «Опель» перевернулся и упал в мелиоративный канал. К счастью, в этот момент здесь же проезжал еще один автомобиль, водитель которого бросился на помощь и совершил подвиг. Он спас всех пострадавших из тонущей машины. Подробнее о происшествии в нашем следующем сюжете. Субботняя поездка к родственникам превратилась для семьи из Пинского в настоящее приключение. Супруги с двойняшками, которыми нет еще и двух лет, ехали в деревню Березцы к бабушке жены, когда прямо у них на глазах перевернулся и упал в мелиоративный канал автомобиль «Опель». В машине ехали рыбаки из Минской области. Как рассказали в ГАИ Пинского района, при повороте налево 65-летний водитель «Опеля» неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Данным транспортным средством находилось 4 человека. Все они были пристегнуты ремнем безопасности, что, скажем так, тоже послужило минимизацией получения телесных повреждений. Но поскольку автомобиль утонул, скажем, водители и пассажиры сами не смогли выбраться из этого автомобиля. Вадим Андреевич, водитель автомобиля, проезжавшего мимо, как мы уже сказали, отреагировал моментально. Он бросился в воду канала, вдавил стекло тонущего авто и помог выбраться пострадавшим. Прямо у нас на глазах случилась авария. Машина прокинулась в реку, вверх колесами. Ну, я сразу остановился, как бы не растерялся, не знаю. По мне это, кажется, поступил бы так каждый на моем месте. Ну, и стал бы таскать. Я сразу забежал в воду, ну, пытался что-то сделать, но не получилось. Потом побежал за молотком, обратно в воду залез. Думал, разобью молотком стекло, но тоже не получилось. И потом я нащупал, что у водителя наполовину открыто боковое стекло. Первым Вадим спас водителя, а потом еще двоих пассажиров. Мужчины находились в шоковом состоянии, и на вопрос Вадима, сколько же вас было в машине, ответили лишь через 30 секунд. Оказалось, еще один пассажир был в машине под водой. Я побежал туда, мне удалось открыть двери. Я его, когда давай оттуда доставать, я уже достал, он уже был весь синий. У него сорта с ушей шла кровь. Потом, когда уже я его вытаскивал, на берег мне помогал вытаскивать еще один пассажир, который был вместе с ними, который сзади, который сидел, молоденький такой хлопчик. Ну, вот, я его, он же синий, я ему как бы хотел делать искусственное дыхание, но потом не знаю, или инстинкт, или что, повернул его на бок, хлопнул пару раз в спину, ну, и он откашлялся, все, стал дышать. Пока Вадим доставал людей из утонувшей машины, его супруга вызвала скорую помощь и ГАИ. Все попавшие в ДТП остались живы. 50-летнего пассажира, которого Вадим достал из воды последним, госпитализировали в реанимационное отделение Пинской больницы. Проступок достойный, награды похвалы, действительно, потому что, если бы, скажем, не этот человек, я думаю, могли бы быть и детальные исходы. Одному из пассажиров попала в легкие вода, да, и он уже потерял сознание, и был данным молодым человеком. Оттуда излечен, и было применено искусственное дыхание, то бишь, если бы не этот человек, мог бы быть и детальный исход. Как итог, потом, мол, этот пассажир попал в реанимацию, в реанимационное отделение, но остался жив. 29-летний Вадим Андреевич до сих пор не может поверить, что все это произошло с ним, но искренне верить, что каждый, окажись на его месте, не оставил бы людей в беде и поступил бы так же. На этом у нас все. Вы смотрели оперативную сводку. Берегите себя. Стиль ведущей предоставлен салоном красоты «Полюби себя». Салон красоты «Полюби себя» по проспекту Желтовского, 22, телефон 66 11 11.